На прошлой неделе глава Славинского района Роман Синеговский встретился с председателями студенческих самоуправлений, лидерами ученических самоуправлений, председателями молодежных советов поселений, словом молодежным активам района. Главная цель встречи – обсуждение подготовки предстоящего праздника 70-летия Великой Победы. Тему продолжат мои коллеги. Встреча главы района с активом молодежи прошла в формате беседы. Главной темой для обсуждения стала подготовка к 70-летию Победы. Роман Синеговский рассказал ребятам о том, что делается в районе по подготовке к этой знаменательной дате. Одна из главных задач – ремонт памятных мест и мемориалов. У нас в районе их более 50. В каждом поселении, в каждом хуторе и станице есть памятник героям Великой Отечественной войны. Все мемориалы к 9 мая будут отремонтированы. Доброй традицией стало увековечение памяти о героизме земляков во вновь построенных мемориалах. В этом году к юбилею Победы в районе появится мемориал на реке Курка. В честь участников прорыва голубой линии, на гранитную стену которого будут занесены фамилии более 2000 солдат и офицеров. Также Роман Синеговский рассказал о проводимых в канун юбилея Победы акциях. У нас будет установлен стенд, на котором все желающие могут разместить фотографии своих родственников, рассказывать о них. Интересно будет и ветеранам, и труженикам тыла, и всем жителям, потому что это наши земляки, это те, кто, благодаря кому мы сегодня с вами живем в мирное небо, можем работать, растить своих детей, учиться. Поэтому очень важно. Память о войне, я думаю, она осталась у каждого в сердце из нас, поэтому мы должны помнить, благодаря кому мы живем, как я уже сказал, трудимся. Поэтому, дорогие друзья, всех воспризываю принять участие 9 мая в Великом празднике и быть вместе рядом с нами. Как отметил Роман Синеговский, в этот день собралась самая активная, инициативная и творческая молодежь нашего района. Он поинтересовался, как они принимают участие в подготовке празднования 70-летия Победы, что уже было сделано в этом направлении. Специалист по работе с молодежью Петровского сельского поселения Марина Колесник подробно рассказала, как готовиться к великой дате в станице Петровской. Одной из главных целей и воспитательной деятельности нашей молодежи является воспитание гражданско-патриотических качеств. Для реализации этих целей на территории Петровского сельского поселения систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность. План мероприятий предусматривает решение следующих задач. Создание условий для духовного и физического развития. Повышение уровня физической подготовки подростков и юношей. Воспитание и стремление к сохранению и приумножению военного, исторического и культурного наследия. О том, какие мероприятия, организованные специалистами Управления по делам молодежи и Департамента молодежной политики, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводятся в районе, доложил начальник Управления по делам молодежи Олег Смольников. В середине Победы мы проводили в этом году, подвысадили, уже рассказали об этой акции, прошло достаточно успешно. И акция «Письмо Победы», которая будет проходить у нас в учебных заведениях с 1 по 9 мая, молодежь будет писать письма в прошлое. То есть, возможно, ну невозможно, практически в каждой семье. Есть предки, которые были на войне, которые погибли на войне. И вот молодежь будет составлять большой банк писем, как бы, сочинение на тему обращения к своему предку, воевавшему в годы Великой Отечественной войны. Общаясь, ребята задавали главе района любые интересующие их вопросы. В живом диалоге были озвучены новые идеи и предложения по подготовке к юбилею Великой Победы. Встреча прошла в доброй, хорошей обстановке. Семейная, можно так сказать. Мы обсудили акции, которые будут проводиться в преддверии 70-х годовщины Великой Победы. Очень много хороших, умных, интересных акций. Конечно, есть такая акция, в которой очень хочу поучаствовать. Это вальс Победы, когда мы будем в костюмах фронтовичек, наверное, танцевать, приглашать ветеранов на этот вальс. Тина Кабачевская, Георгий Калинин. Программа «События».